Надеюсь, там не видно мусорных мешков? Надеюсь, нет. Всем привет, с вами Анимея, и сегодня мы будем заниматься невозможным. Украшать комнату к празднику, да, к Хэллоуину. Вы, наверное, думаете, что я снова буду украшать все цветной бумагой, да? Пизда. В этот раз я подготовилась гораздо, гораздо лучше. Я накупила много вещей, чтобы максимально интересно украсить комнату. Я нашла для вас уйму, уйму украшений, которые можно сделать своими руками с помощью подручных средств. Ну, естественно, это пиздеж, и подручные средства пришлось покупать в магазине. Гениально, блядь! Перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что вас там скоро 90 тысяч. Наконец-то мы идем к 100 тысячам в телеграме, да, то есть мы добьем когда-нибудь. Ну что ж, а мы приступаем к нашим украшениям. DIY-чек! Начнем мы с самого легкого и потом перейдем к самому сложному. Вот такая вот гирлянда. Я сделаю оригами. Оригами летучих мышей и оригами тыковок вот этих вот. И все это у нас будет вот на такой вот... Извините, что так близко. Или вы не против? Вот на такой вот крафтовой нитке. Я не знаю просто, как она называется. По-моему, называется шпагат. Приступаем, чё! Для этого мы берем цветную бумагу. Вы, наверное, думаете, что я снова буду украшать все цветной бумагой, да? И ищем оранжевый цвет. Сука, подождите! А у меня нет оранжевой бумаги для тыквы. Да, бля! А какого цвета тыкву коричневую? Тыква, блядь, откуда? Из туалета? Ну давайте сделаем красную тыкву, наверное, да? Ну типа Хэллоуин, кровь. Вот здесь вы можете видеть схему, как нам собирать это оригами. У меня она, естественно, на телефоне. Так, где черная бумага? Здесь черная должна быть. Вот она, такая глянцевая, похожа на такой кожаный костюмчик, да? Хотите, чтобы я оделась в такой кожаный костюмчик? Я не буду этого делать. И я так понимаю, нам нужно сделать из неё квадрат. А, я помню, как делать квадрат из бумаги. Смотрите и учитесь. Вам видно, что я делаю-то? Или что? Я просто так здесь сижу, как клоун. Вот так нам нужно сделать, да? Ребята, я очень не умею, я очень не умею. Целый лист бумаги сложить вот так надо. И отрезать вот эту вот лишнюю часть. Ножницы, а ну-ка сюда, на базу нахуй! Отрезаем лишнюю часть. Хотя лишняя часть в этой жизни это только я. Складываем, получается, вот так, да? Угу, сложили. Второй шаг. Нам нужно... Ага, вот так сложить. Смотрите, вот так складываем. Блин, интересно, получится у меня, Лед? Я очень хочу, чтобы получилось. У меня уже не совсем косожопа это. Вот, у нас должно получиться... Вот такой треугольник должен получиться у нас. Я чувствую себя, как будто я, знаете, вот эта вот учительница начальных классов, которая, не знаю, все умеет, все делает. Такая, так, ребята, смотрите, мы складываем, должен получиться треугольник. Третий шаг. Нам нужно, получается, нижнюю часть загнуть наполовину. Ну, у меня, конечно, криво чуть-чуть, но похуй. Вот такой вот получился у нас кораблик. Так, и четвертым шагом мы загибаем пипку вот эту. Пятым шагом, смотрите, мы... Короче, наполовину загибаем вот так вот. Блин, у меня очень косо все. Ладно. Мне же не работать этим оригамителем, оригамином. Оригамином. Вот, сложили мы, да? А почему у них так? Подождите, а у меня не так. Надо было в другую сторону, что ли? В другую сторону! Сейчас, все будет нормально. Я просто переделаю чуть-чуть. Так, кто там в комментах вечно писал, купи новый микрофон, исправь звук, что со звуком? Радуйтесь, вы дожили до этого момента. Это беспроводные микрофоны Holy Land Lark M2. Честно, я влюбилась в них, ведь они маленькие и весят всего 9 граммов, но в то же время надежно крепятся магнитами к одежде, не провисая. А их аккумулятор может работать аж до 10 часов. А вот так они справляются с ситуацией, когда требуется удаленная съемка. И даже так. И вот так. Lark M2 имеет естественный звук высокой четкости с минимальными потерями. Ведь эти микрофоны оснащены высококлассными микрофонными компонентами 48 кГц на 24 бита. Также с помощью приложения Lark Sound вы сможете легко настроить уровень шумоподавления, исходя из ваших желаний. А еще вот такие наклейки ты сможешь наклеить на свои микрофоны, чтобы они соответствовали твоему стилю или настроению. Так что, если и вы хотите такие крутые микрофоны, качественный звук и приятный дизайн, то переходите по ссылке в описании и заказывайте Holy Land Lark M2. Вы же помните, что Аня плохого не посоветует, верно? Господи, бумага вся уже помялась. Не мыша какая-то, я не знаю. Помойная мышь. Дальше, шестой шаг. Шестой шаг. Нам нужно так вот немного наискость, да, сложить вот так крылышко. Я так понимаю, это крылышко будет. Мы сделали. У нас вот такая вот получилась хрень. Вот такая хреновина. Что вы от меня хотите? Что, вот так мне согнуть? Ну не согибается оно так. Вы кончены? Оно так не сгибается. Оно так не сгибнется. Оно так не сгибнется, вы идиоты. Окей, ребята, сгибаем наполовину, окей. Просто сгибаем наполовину. Ну и что? Вот я сгибнула наполовину. Что это? У меня получился самолетик. Это наебалово какое-то. И теперь вот эти я разгибаю. А, вот так должно получ... Это все оригами? Я думала, там вот такая мышь получится. А вот, по сути, вот они мыши. Я сейчас вам покажу, как сделать тыкву. А потом мы будем это все соединять. Вот оригами тыквы, которую мы должны сделать. Мы сейчас попробуем ее сделать. Начнем. Опять делаем квадрат. Первый шаг, значит, сгибаем. Второй шаг снова... Мы снова делаем летучую мышь, что ли? Загибаем. Так, согнули. Ах, пьяня! Дальше. Раскройте один карман. А, переверните. Вот так, я так понимаю, да? Так, подождите, читаем. Раскройте второй карман. И выровняйте, как в шагах, 3-4. Охуеть! А показать это нельзя. Загнули. Да, ребят, все верно, походу. Походу, все верно. Я вот так загну. Вот, видите? Уже тыковка прорисована. Ой, ой, ой. Ой, люблю бриллианты. Так. Ну все, вот получается. Вот, ребята, тыква. Тыква. Прикольно, блин! Короче, смотрите, это еще не все. Тыква еще не закончена, не расходитесь. Сейчас самое интересное будет. Нам нужно приклеить. Блядь, а где мой клей-карандаш? Да блин, я же не буду клей-моментом клеить бумагу. Вы что, дураки? Клей-момент. Пришел твой час. Что, открываем? Так очень аккуратно, ребят. Хоть бы пальчики не склеить. Ой! О! Ребят, главное, пальцы не склеить случайно. Ну, прям чуть-чуть вот так. Оп! Ой, вот так капельку. Оп! И все, и давай, клейся. Вот! Момент же! Почему за момент не приклеился? А-а-а! У меня сейчас приклеится. Где салфетка, блин? Это еще не все, если вы думали, что все. Нам еще сейчас надо будет приклеить к тыкве ее пипку. Берем коричневую бумагу вот такую, на которую сейчас мы будем делать пипки. Ну, одну пипку маленькую. На самом деле, тут ничего сложного. Мы просто, по сути, вырезаем пипку. Вот так будет. Как вы думаете, надо больше, нет? Не дай бог! Не дай бог вы напишите, вот не дай бог вы напишите, что это яблоко! Это тыква! И это все будет на ниточке вот так висеть. Ну, круто же получилось! Ну, че вы? Короче, я увидела вот такие вот светильники. В чем проблема? Я не нашла круглые банки. Я их не нашла. Ну, и вообще-то это как бы стекло, это опасно, и поэтому я, знаете, что взяла вместо банок? Я взяла вот такие контейнеры. Да, и что? Их, значит, будем использовать типа как тыквы. На этих картинках показано, что вот эти все тыквы, они облепляются какой-то бумагой. У меня нет такой гофрированной бумаги, в общем, вот этой, которая такая. И я ее нигде не нашла, поэтому я придумала другой способ. Я взяла контейнеры. Во-первых, это не опасно и прикольно. А во-вторых, я взяла гуашь, и я взяла кисти. А где, блядь, кисти? Мы будем раскрашивать вот эти контейнеры в оранжевый цвет. Сука! Серьезно? Здесь нет оранжевого цвета. Ребята, здесь есть зато... Гуашь алая. Алая, блядь. А где майкловая? А как сделать, чтобы было оранжевое? Это же нужно смешать желтый с красным, да? Мне негде смешивать. Да я прямо на контейнере буду смешивать. Что нам, да? Нам большая понадобится, маленькие нам не нужны. Как бы потому, что большой размер всегда лучше. Ну, кисточки, я не знаю, смачивать, не смачивать. Надо, да? Надо смочить, да? Сейчас приду тогда, что сидите, ждите. А, так вот у меня вода в бутылке стоит. Ну, что, не пойдет, что ли? Пойдет, конечно. Сейчас выкрутимся из ситуации и... Ой, начинаем наше художество. Я надеюсь, вам реально все видно. Короче, начнем сверху. Ой, а гуашь не ложится почему-то. Ну, уже пофиг, что делать-то. Раскрашиваем, блин. Ребята, если толстым слоем намазать, то все ложится. Ребята, все отлично ложится. Если толстым слоем все сделать. Топ-10. Вот, я не знаю, дебильнее. Идея я еще не видела. Раскрашивать контейнер, ну, гуашью. Это вообще что? Вот вы спросите меня, да, Ань, вот ты потом, когда поймешь, что это говно, ты куда это денешь? Давайте лучше об этом не думать, я пока не знаю. Я не хочу об этом говорить сейчас. У меня сейчас травма происходит психологическая. Я чувствую себя каким-то конченым художником, которому, знаете, типа, ну, сказали, не рисуй. И он такой, окей, я буду контейнеры раскрашивать. А мне гуаши-то хватит красные, надеюсь, что да. Просто у меня же не один контейнер-то. Ну, мы посмотрим, мы один сделаем подсвечник, и все. Зачем нам много? Будет много, и куда мне их ставить, эти подсвечники? Потом еще отмывать все контейнеры тысячу лет. Ну, давайте сейчас-ка, ага. Этот Хэллоуин-то не вечный, а крупу где-то надо хранить. В общем, я закончила красить. Что нам нужно еще для этой тыквы, это прилепить ей глаза с вот этим вот рылом. Это вот все мы закрываем от греха подальше, да, никогда, чтобы в жизни не взять это с полки. Оно просто будет стоять, пылиться, ну, ладно. Как бы вам показать-то, потому что я только что руки помыла, чтобы это, ну, опять не замараться. В общем, вот, у меня получилась такая тыква. Вы спросите, Ань, почему ты низ не покрасила? Ну, во-первых, чтобы руками держать, а во-вторых, я закрою его крышкой, и как будто бы тыковка на зеленом поле, да, как будто бы так и должно быть. На самом деле мне было лень, я заебалась. В общем, делаем ей рыло. А что, а как делается рыло у тыквы? Делаем ей глазик. Ну, у тыквы должен быть побольше глазик. Я чувствую себя как умалишенной, когда я это все говорю. Нормально, нормально будет, да. Я вот не знаю, как бы гуашь еще не высохла, но у меня времени как бы не до пизды. Я не буду ждать, поэтому я сразу наклею, ничего страшного, я думаю, не случится. Ну, я надеюсь, сцепится он с этой, с гуашью. Ты же сцепишься с гуашью? Один на один. Так, намазали, клеем. А куда клеить-то я не выбрала место. Ну, вот сюда, где хуже всего выглядит, сюда и наклеим. А где второй глаз? А где второй глаз-то? Ну, блин, снова придется вырезать глаз. У меня такой хороший глаз был. Угу, все. Очень круто получилось. В целом нормально, смотрите. Там-та-та-дам, та-та-та-та-дам, та-та-там, та-та-та-та-там. Как вам нравится? Только скажите, что нет. И я сейчас вам покажу, как выглядит это все с гирляндой. В общем, вот гирлянда. Мы сейчас кладем ее вот так, ну, скомкиваем чуть-чуть. И кладем под светильник. Ну, сейчас, смотрите, я выключу свет, и вы посмотрите, как она освещает всю комнату. Видали? Вот. Вот, круто. Короче, ладно, понятно. А, да уж. В общем, на таком загаженном столе мы продолжаем нашу работу. И последняя подделка – это паук. На этой картинке вы видите, как сделать пауков. У меня для этого есть проволока. Мулине! Нахуй! Для паутины у меня есть марля и, естественно, вата. Смотрите, на картинке показано, что нам нужно взять раз, два, три, четыре, пять проволок. Ой. Это браслетик! Ха-ха-ха-ха. Примерно вот такого размера. Берем их, короче, в пятером, я так понимаю, все их. Все. Прокручиваем, да? Вот так вот складываем. Ребята. Изыди. И дальше что? Чего, бля? Блин, я проволоку погнула. Подождите, кривой паук получится уже. Вот так оставляем две, да? А другие как-то мы прокручиваем или что? Друг с другом. И вот получается у нас... Вот. Смотрите, уже как получается. А вот вы всегда в меня не верите. Вот. Получился вот такой паук. Но это еще не все. Я знаю, что выглядит как дерьмо. Но мы, помимо этого, его обмулинуем. То есть, делаем в мулине. В нитках, короче. А для чего, вы спросите? Ну, потому что бы это не выглядело как дерьмо. И что мы, думаете, дальше делаем? Мы будем обматывать паука нитками. Начнем мы вот отсюда. Отрезаем вот здесь вот нитку. Вот здесь отрезаем нитку. Да, блин, ножницы идиотки! И теперь мы просто завязываем это. И еще на узелочек завязываем, чтобы точно не развязалось это говнище. Блин, у меня тут непонятно, что с лапками. Они перевертелись, перекрутились просто в щепки. Вот паучара получился. Прикольно получилось. Паучара должен сидеть на паутине. Как нам сделать паутину? Очень просто. Берем вату и долго-долго тянем. А мне в интернете сказали, что так работать должно. Берем тогда марлю обычную и все. Вот это вот паутина будет. Вот, смотрите, получается уже такое, типа как паутина. То есть мы должны марлю максимально вот так вот разодрать. Вот такая паутина у нас получилась. И теперь ее можно повесить на угол. И на ней будет паук вот так сидеть. Вот, как-то так. Вот, смотрите, он даже держится. Он держится на мар. Вот такие прикольные у меня получились. Прикольные у меня получились украшения. Если вам понравилось мое убожество, ой, художество, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео. И также напоминаю подписаться на мой телеграм. Знаете, что самое дерьмовое из этого всего? Что мне сейчас это все убирать. Ну все, тогда до скорых встреч. Встретимся в следующих роликах. И всем пока-пока.